Букоморье. Центр это место для семейного отдыха, семейного досуга, семейного отдыха. И сейчас наш центр направлен твердыми уверенными шагами, идет в сторону того, чтобы повысить не просто уровень сервиса, но и повысить уровень эмоционального фона, того, чтобы действительно люди, попадая, родители вместе с детками, попадая к нам в центр, попадали именно в атмосферу сказки. В это все виноват. Но тех сотрудников, которые там работают, и тех идей, которые у них есть, уже на данный момент недостаточно. Решили привлечь ресурсы извне. И чтобы привлечь эти ресурсы извне и сделать это как-то красиво и здорово, и дружно, возникла такая идея о создании клуба мамочек. Клуб по формату, я пока первый раз выступаю в клуб, и я не знаю формата вообще клуба, но идея для меня изначально это называлось как-то не клуб, а все-таки какие-то дружеские посиделки, когда собираются мамы и обсуждают вопросы по двум темам. Вопрос первый – это качество и контроль того, как можно сделать и улучшить качество продукции, которые доставляет наш центр. И следующее – это развитие нашего центра в разных направлениях. И вот моя тема, зачем я обратилась за идейной поддержкой, я бы хотела создать этот клуб и в нем предусмотреть два направления. То есть две цели. Одну цель, точнее цели, которые будут для себя получать мамы, и вторую цель, которую для себя будем получать мы как центр Лукоморья. А то, что будут получать мамы, как я вижу, это прежде всего самореализацию творческую, интересную, идейную, поиск каких-то таких творческих в себе ноток и того, как это все можно воплотить в жизнь, в реальности, как можно действительно почувствовать себя, может быть, куратором проекта какого-то интересного и его реализовать. Цели, помимо этого, я думаю, для любой мамы цель – это счастливые глаза ребенка, чтобы он, приходя, допустим, в наш центр, он радовался, получал удовольствие, ну и, соответственно, мама была за ней счастливой. Цели для нас, как для центра – это развитие, прежде всего, в разных новых направлениях. Ну и второе – это, конечно, за путем, после того, как мы будем развиваться, мы будем конкурентноспособным, таким, конкурентноспособной компанией. И, я думаю, возможность выйти на очень хороший уровень не просто центра досуга, а все-таки такого места, где можно отдохнуть и получить массу позитива, удовольствия. Просто действительно на какой-то момент, на какое-то время побыть в сказке. Вот. И поэтому для меня сейчас очень важно то, как можно реализовать этот клуб. Потому что, на самом деле, я столкнулась с тем, что достаточно сложно привлечь людей и сказать, «А давайте сядем и подумаем, и что-нибудь придумаем, может быть, надумаем». Нет, хочется, чтобы это обрело какие-то рамки, действительно родилось как проект – хороший, полный, осознанный, а не просто посиделки. То есть из дружеских посиделок как-то постепенно перерасти все-таки в клуб, хороший клуб мамочек. А собираться, конечно, там не чаще, чем два раза в месяц. То есть один раз уделять именно контролю качества, один раз в месяц, допустим, уделять какому-то развитию. Ну и вот с этим вопросом я сегодня сюда и пришла. Мне, бывает, у вас очень хотелось получить идею, ну и идейную поддержку того, как это можно реализовать, и что, в принципе, можно сделать. Миссию клуба, прежде всего, как я для себя увидела, реализацию, творческую и самореализацию каждой мамочке, которая бы в этот клуб ходила. Ее идеи. Вот, допустим, она пришла с какой-то идеей, с какой-то своей звездочкой в голове, чтобы мы, как центр, могли это реализовать, помочь реализовать, как-то обсудить, найти какое-то интересное решение. А вот среди мам, которые к вам приходят, вы в них аккуратную связь получали, спрашивали, что они сказали? А по клубу еще не спрашивали. Но вот частично, почему и родилась идея создания клуба, потому что в любом вопросе, который бы не решался у нас в центре, мы так или иначе стараемся собрать ответ у посетителей. И чтобы это не делать кусочками, а все-таки сделать это в одной хорошей группе, как можно больше всяких-всяких. Ну, именно организовать какое-то мероприятие, и развивающегося детей, и именно среди уже тех, кто ходил, а не первый раз. То есть вам в лавиатуре, и прощество. А можно просто примитивные, то есть все похожие, очевидные, очевидные тоже. Все, все. Никаких креативных, уникальных, то есть конкретно общим чудом. Да. Нет, ну там рекомендация, я не знаю, может быть все-таки стоит вначале прописать четкие цели вашего клуба, то есть для чего, именно зачем вы его хотите создавать? Четкие цели. Миссия же есть. Миссия этой... Идея написать, идея написать. Четче яснее. Можно немножко добавить. Вот я помню, что давайте, но там иногда не только цели, там иногда и местные, чтобы прописать все. Цели, задачи, примерно, результаты желания, да? А идея Алексея прописать задачи, ты записываешь? Да. Идея Алексея прописать задачи. И примерно способ реализации. И способ реализации. Мы не категория друг друга, да, тоже в том числе. То есть каждая идея, она плюсом-плюсом-плюсом-плюсом. Как я видела, допустим, постановку целей, да, для клуба, что изначально каждая встреча будет предусматривать какую-то цель. Цель встречи. И эта цель будет, может быть, несколько, допустим, выбранных интересных тем, как цели, да? И они будут соглашаться к участницам клуба, чтобы можно было для них выбрать наиболее интересную и уже ее поставить. Это уже форма. Ну, а вот рекомендация сделать цель целей. То есть на одном месте, кто его возраст, кто его будет? Возраст? Да. Возраст. Вы зачем это делаете? Да, вот зачем? Зачем клуб? Мы хотим получить обратный отклик от мам. Зачем? Мнение по нашем центре. Вы хотите увеличить выручку? Вот. Нет. Вы хотите привлечь больше людей? Мы хотим улучшить качество, приготовляемых услуг. Зачем? А как вы это проверите? Качество по отзывам. А зачем его улучшать? Затем, чтобы не было вообще... Ну, исключить совсем негативные отзывы нельзя, но сделать так, чтобы негативных отзывов было 1-2%, можно. А 98% отлично. Вы деньги зарабатываете? Зарабатываем. Может быть, еще одну... Вот как еще одна идея. Поставить цель за счет улучшения качества отзывов, увеличить прибыль клуба. Ну, потому что это... Не клуб, а вот это лукомоль. Лукомоль. Семейный ресторан, театр, центр развития, организация праздников для детей, организация именно как отдельный блок дней рождения, породотворительных мероприятий. Очень много всего. Ну, это такое место типа ресторана на семейном уровне. Да, но сейчас мы не хотим позиционировать себя только как ресторан. А Марина, а почему именно клуб для мамочек? Откуда такая идея взялась? Просто... А, идея взялась из форума Симмана. Когда мамы сидят и общаются онлайн, и как-то это скучно, общаться через компьютер. И мне вот к главному куратору форума, как я с ними общаюсь, мне хочется увидеть этих мамочек вживую, и хочется с ними пообщаться вот именно так. Ну, и пригласить тех, кто сидит на этом форуме. Да, но не хочется зацикливаться только на седьмой. Можно знать, идея, идея, пригласить тех, кто сидит на этом форуме. Есть идея. Я предлагаю более серьезно отнестись к этому, приглашать, во-первых, тех, кто ходит, и назвать, может быть, как-то иначе, чем клуб мамочек, а назвать каким-нибудь экспертный совет, наблюдательный совет, или еще как-то. И решения этого совета должны быть какую-то обязательность для менеджмента населения. Отчетный менеджмент перед советом ответным. И глупым, и думаем. А можно, да, идея понятна. А можно узнать, как вы думаете, не будет пугать название из такого доброго, радужного на экспертный совет? Я не знаю, меня бы не напугала. Это же просто идея, да, идея фиксировала. Я бы припомнил, да, я бы припомнил, да, я бы не знаю, смотря как обечительских советов, где еще какое-то обязание. Просто можно туда и не мамочек, а еще и папочек сказать. А отлично! А папочки не пойдут сюда. Да. И причем только те, кто заходит, а не какие-то там тролли в интернете. Мне такая идея, я была бы в гостях, и так понимаю, что вы тут видите некоторыми проектами, да, и думаете, ну, вы не предполагаете. И не хотелось бы вот космос с вами, да? И в этом лучшим образом вам могут помочь родители. Мы будем называть мамочки, папочки. Я же тоже могу селения, да, приходите. И вот я думаю, о, моё такое название, это должно быть, это та же сказка, этот совет, наверное, феи, да? Вот мамочки, феи. Феи, феи, да, которые, они будут, потому что, там, нисколько чашек, да, там, что-то выпить, да, 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 да. У вас вообще должно быть сказочное, да? Ну, что принести в мир сказок? Кто их приносит? Феи, да? И вот фея должна свои идеи высказывать. Вот, и еще, просто, и еще такая идея, возникает, что спонтанное, вот, у вас рукамой, ну, понятно, все там расписано, да, там, игрушки там, и вдруг внезапно, вот, не рассчитывая на какую аудиторию, проходит какая-то сказка, ну, вдруг, я не знаю, тыква вдруг проезжает, вот, какое-то действие, то есть у вас, в кубе такие точечные, да, вот, например, там, ну, тыква провезли, там, 15 минут или 30 тыква, и никто не знает, в какое время, но это должно быть, ну, так, экспонтанно, как, спонтанно, я не знаю, ну, кто-то там прилетел, да, на вертолете, ну, вот, такие сказочные, но все должно быть сказано, первое, вернуться к цели все-таки, и разделить цели, не прятать цель по бизнесу, она есть, она может быть не финансовая, извлечение, там, конкретных денег или доход, но она точно есть, повышение качества, это цель по бизнесу, привлечение, дополнительных привлечений, это цель по бизнесу, закрепление, там, лояльные, вот, тоже цель по бизнесу, если не прятать, то тогда аспект работ будет достаточно понятнее, на мой взгляд, и по этой группе, вот, то, что Алексей сказал, на мой взгляд, очень существенно, я поддерживаю, дополнительно акцент сделаю, если мы ставим, как мы видим, нам нужно, и мы ожидаем, то, ну, в общем, сложности какие-то с реализацией этого проекта сразу рисуются, если мы ставим, как цель, что мы можем дать, дополнительное, этой группе, что она получит, интересные мысли были, для людей, ну, для родителей, это, там, что-то с приготовлением, пища, к тому же, сейчас оно, популярно, на телевидении, типа клуба, обмен рецептами, детское меню, то есть какая-то польза, которую люди, достаточно взрослые, получат от этой встречи, а высказывание каких-то рекомендаций, дополнений по работе с детьми, это будет, ну, как бы дополнительная часть, не основная для них, они должны получать, ну, какое-то удовольствие от этого, ну, и не до конца расслышал предыдущего выступающего, в свое время в Ленинграде был большой театр кукол, БТК, который порядка 40 лет, делал спектакли для детей, и где-то в начале 90-х годов появились для взрослых спектаклей, и для детей была заполняемость зала примерно 70%, я знаю, у них там с менеджментом того театра были некоторые отношения, родственники не работали, а заполняемость вечерних спектаклей было 100%, взрослые дяди и тети, может быть, еще больше хотят и умеют участвовать в праздниках и каких-то сказках, чем дети. Ну, если взять опыт, но скамейки даже наши новосибирские спектакли, мы предоставили, что там есть выходные, утренние сеансы для детей, я знаю, взрослых, которые выходят без детей. И мнение вот одного из наших клиентов, которая исследовала примерно это же поле, было в том, что есть для взрослых, есть для детей, но крайне мало для новосибирска предложений для семей. Там, куда можно прийти с семьей, и с детьми, да, в каких-то центрах стали делать уголки, где можно оставить ребенка, но для того, чтобы родители видели, как ребенок радуется, чтобы дети видели, как радуется там мама вместе с папой тут же, и они где-то играют, где-то участвуют в каких-то сказках. Вот это, наверное, польза будет более объемной и более существенной. Вы сможете быть финансово успешным по своему полю, которое Вы выбрали, а вот это дополнение, оно будет и качеством, и дополнительным эффектом, дополнительной пользой, на мой взгляд. Спасибо. Ну, по моему опыту, потому что я сейчас очень сильно общаюсь именно на вашей цели. Убитая, потому что у меня почти три года. Да, есть вопросы по поводу развития ребенка и ввода семейного отдыха. Если Вы хотите охватить вот прям широкую аудиторию, просто их три ключа, я понимаю, это больше как гипотезы, вы сказали. А я могу сказать это подтверждение, потому что я активно в этой среде общаюсь. Да, вот именно такой формат, что семейного отдыха, то есть не просто пришел женой в ресторан, у ребенка там кто-то занимает, там что-то не рисует и так далее. Я сижу и думаю, это вообще интересно или нет. А именно какое-то совместное действие. Потому что дома организовать некое интересное совместное действие, тем более там какой-то кастюмированный и так далее, ну это крайне пневматичное. А можно я предложу как форму, например, если у Вас такое получается большого пространства клуба, например, неделя там итальянских сказок, да, и приходят герои, и можно пусть и семьями, и каждый свой какой-то роль может играть. В ресторане может быть неделя итальянской битвы, там, на игровой территории, там, Буратино, ну не знаю, кто-то Пиноккио, кто-то ходит, Чаполино, да, то есть дети вспоминают сказки, взрослые тоже вспоминают сказки и становятся тоже какими-то героями. по пространству уходят, может быть, даже артисты или кто-то активисты нашего клуба, которые, вот персонажи, начинают людей вовлекать вот в какие-то такие интерактивные сказочные мероприятия, которые связаны с самим сюжетом сказки или которые может там навевать. Не хочется здесь конкретизировать, но не конкретизировать, его что-то связать может быть. Не делать не только то, что за рубежом, да, а вот, допустим, национальности, которые в России живут. Тем более, по-моему, наверняка, будут люди еще разных национальностей, которые проживают на территории у нас, у нас полнонародные средства и у каждого света. Да, сказки раздельные народы. В России проживающие. И еще будут немножко в сторону, это экология, да, все хотят здоровое питание. Может быть, что-то на эту тему, а что-то детского питания даже здорового нет, из чего готовите, где какие продукты. То есть, может быть, вот здесь и в вашем ресторане будут экологичные, не какие-то особо здоровые и что-то как-то связано с поставками. Мельчат продуктов. Безголовы и прочее. Мастер-классы от шеф-повара, мастер-классы от психологов, от театроведов, от постановки, постановка речи, участие, действо какое-то, все, что касается взаимодействия. Большинство вещей, которые назвали, они, честно говоря, вводят за рамки того клуба, который мы уже сдавали, могут подумать несколько на других форматах, нежели клуб для мам. И в несколько того. Да. А вопрос, еще раз вопрос, как клуб? Клуб мам. Клуб мам. Да, где будут собираться мамочки и приятелить. Получилось изменение складочного куба. Как вы же видите, как сам вы видите, идейную поддержку. На идейную поддержку, как это реализовать? Как сделать так, чтобы все-таки это было интересно? Я очень много интересного для себя услышала. Возможно, как одна из форм вовлечения получаются в этот клуб, какие-то конкурсы, там, я не знаю, там лучшие идеи или что-нибудь такое. Причем их можно предварительно оглашать, а там, например, как итоги проводят. Там бесплатно дни рождения для ребенка для самого активного в период. Ну что, 20 минут твои степи. Да. И Марина, скажи нам, что для тебя было ценного сейчас? Мне сейчас на самом деле хочется напрыгать. Да, потому что я одна из двух и недостаточных по первичному эмоциональному человеку. На клубе можно делать все. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Всех ваших слов. У меня сейчас столько мыслей, столько идей в голове. И действительно, как говорится, у каждого была мечта. Я работаю в Вукоморье уже четвертый год, пятый, наверное, да. Для меня всегда была мечта, что я не скрою слова благодарности, которые пишут. Мне всегда хотелось, чтобы в нашем центре каждый гость, который приходил, оставлял обязательно положительный и замечательный отклик. И сейчас я знаю, что если раньше мы делали акцент на детей, то это не то, что ошибка. Ребенок это прежде всего семья и его родители. И если действительно родители будут счастливы, дети будут видеть счастливых родителей, то мы именно таким способом конечно сможем создать усказочную атмосферу семьи, которые сейчас на данный момент в условиях того, что все люди загружены всегда заняты и елочные хватают. Огромное спасибо! Давайте вам благодарим! Спасибо! Спасибо!